Методические подходы к разработке заданий для оценивания Методические подходы к разработке инструментов оценивания Перед вами список нормативных и инструктивно-методических документов, которым необходимо руководствоваться при составлении заданий для оценивания СОРОФ и СОЧ. Обратите, пожалуйста, внимание, что три документа — это приказы 125 и 32, учебные программы по географии и спецификации суммативного оценивания за четверть относятся к числу обязательных, то есть носит нормативный характер, и остальные документы, которые носят рекомендательный или методический характер. При этом приказ 32 содержит перечень документов, которые рекомендуются для ведения в организациях образования, а приказы 125 содержат в себе требования для разработки и проведения суммативных работ за раздел и за четверть. Ну а теперь мы переходим непосредственно к алгоритму разработки заданий для суммативного оценивания. Перед вами два алгоритма. Алгоритм первый — процесс разработки инструментов оценивания для СОРОФ, и алгоритм второй — процесс разработки инструментов оценивания для суммативного оценивания за четверть. И далее мы с вами будем говорить по этапу. Итак, первое. Процесс разработки инструментов оценивания за раздел. Обратите, пожалуйста, я... Разработка инструментов оценивания начинается с обзора учебной программы и плана. Для того, чтобы сделать этот обзор учебной программы или плана, обратите, пожалуйста, внимание, мы и руководствуемся нормативными и инструктивно-методическими документами, такими как стандарт, учебная программа, все виды планирования, инструктивно-методические письма, приказы, руководство, спецификации, методические рекомендации и сборник заданий формативного оценивания. Процесс разработки инструментов оценивания начинается с обзора учебной программы и плана и переходит к целям обучения. Как известно, цели обучения заложены у нас в учебной программе, которая является приложением, составлено на основании госстандарта. Помним с вами о том, что все цели обучения, что все цели урока формулируются нами в режиме смарт и соответствуют уровню мыслительных навыков лома. При разработке заданий для оценивания необходимо руководствоваться следующими перечисленными принципами, но я хотела бы обратить ваше внимание на два из них. Это профессиональные опыты решения учителя, объем и степень покрытия учебного материала. Итак, мы переходим с вами непосредственно к разработке заданий. Обратите, пожалуйста, внимание, что третий этап при разработке заданий для оценивания – это составление критериев оценивания. Критерий, как известно, это признак, на основании которого будет проводиться оценка учебных достижений. Критерий должен быть измеримым, достижимым, он должен соответствовать цели обучения и не быть шире, чем она. В то же время он должен быть конкретным, ясным и понятным для учителей и учащихся. Все должны понимать, через какие конкретные действия ученик сможет продемонстрировать достижение цели обучения. Перед вами характеристика хорошего критерия. Итак, на следующем слайде мы можем с вами посмотреть цель обучения и критерий оценивания. Обратите, пожалуйста, внимание, что критерий оценивания соответствует цели обучения. Возвращаемся мы к характеристике критериев оценивания и соответствии цели обучения. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь нет твердых нормативных документов. Учитель опирается на свой собственный профессиональный опыт и выбирая цели обучения, он обязательно обращает внимание на необходимость объема и степени покрытия учебного материала. Обратите, пожалуйста, на это ваше внимание. Итак, следующий этап, о котором мы с вами будем говорить, это уровень мыслительных навыков. Уровень мыслительных навыков – это система цели обучения, каждый уровень которой направлен на формирование определенных навыков мышления. Уровень задания, который мы составляем, выбор цели, должны соответствовать друг другу. Я не буду здесь говорить много, этот материал вам известен. Я подчеркиваю, что каждое из заданий отражает необходимый уровень тех умений и навыков, которые должен продемонстрировать учащийся. Обратите ваше внимание в данном случае на цель обучения, критерии оценивания и уровень мыслительных навыков. Цель обучения показывает на контурной карте объекты номенклатуры, критерии оценивания обозначает их, а это уровень мыслительных навыков применения. Обращаю ваше внимание, что уровень мыслительных навыков не может быть шире, чем критерии оценивания и должен обязательно соответствовать цели обучения. Я пролистываю эти слайды, цель которых только напомнить вам, что все задания, которые мы составляем, должны соответствовать уровню мыслительных навыков. При разработке заданий для СОРОВ, первое, мы выбираем цели обучения по разделу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы определить, сколько времени потребуется ученику для выполнения заданий, представлены следующие информации. Это то есть сколько времени необходимо для выполнения различных заданий. Обратите внимание на третий пункт. Мы выбираем темы, на которые могут ответить не менее 50-70% учеников или те темы, которые имеют среднюю сложность. Имейте в виду, что тестовые задания в учебниках редко оценивают навыки более высокого порядка, поэтому навыки высокого порядка мы проверяем на уровне выполнения заданий для заданий СОРОВ и заданий СОЧК. При разработке заданий учитель думает о том, понятна ли формулировка задания, соответствует ли задание возрастным особенностям, соответствуют ли дескрипторы и схема выставления баллов задания, соответствует ли задание критерию оценивания и уровню мыслительных навыков, соответствует ли уровень мыслительных навыков критерии оценивания и соответствуют ли критерии оценивания, цели обучения. В данном случае на этом слайде я показала алгоритм мыслей учителя непосредственно от задания. Итак, перед вами алгоритм разработки заданий для составления суммативного оценивания за раздел и этапы его планирования. В третьей части определены методические рекомендации в сборнике суммативного оценивания. А вот на этом слайде это те цели, которые выбирает учитель для составления заданий для оценивания. Еще раз напоминаю, что это выбор цели обучения из учебной программы для составления суммативных заданий для раздел. Это есть профессиональный опыт и решение учителя и в вопросе объема и степени покрытия учебного материала. Конечно же, вы подумаете о том, при составлении заданий, какие цели обучения вы выбираете. Но думаю, что те рекомендации, которые я озвучила, будут для вас полезными. Итак, мы переходим к выбору типа заданий. Как известно, задания как инструмент оценивания могут быть открытого и закрытого типа, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на другие группы. Итак, задания закрытого и открытого типа. Мы будем говорить более подробно на заданиях в начале закрытого типа. В их классификации есть четыре группы заданий. Задания с выбором одного правильного ответа. Задания с выбором нескольких правильных ответов. Задания на установление соответствия. И задания на определение истинности. Перед вами задания на определение истинности. Это задание, в котором дается утверждение, и ученик должен определить, является оно истинным или ложным. Другими словами, существует только два возможных ответа для каждого вопроса. Эти задания позволяют быстро реагировать и отвечать на задания, которые охватывают большой контент за короткий промежуток времени. Некоторые разработчики считают, что задания на определение истинности субъективны, и ответы учащихся могут быть угаданы. Здесь я могу возразить и сказать о том, что задания на определение истинности могут быть сформулированы с уточнениями. В таком случае задание, само задание, подчеркивается, задание вопрос, которого необходимо исправить, в этом задании необходимо заменить неправильный ответ, для того, чтобы это утверждение стало истинным. Перед вами задание с выбором одного правильного ответа, задание с выбором нескольких правильных ответов, и для этих заданий существуют свои рекомендации. Язык формулировки должен быть максимально простым и понятным. Он должен содержать относительно небольшое количество слов, и необходимо избегать использования цитат из текста или других материалов, и избегать незнакомой лексики, избегать таких фраз, как всегда, каждый, никогда, большинство, обычно, часто, редко и так далее. Перед вами задание на соотнесение. Вопросы на соотнесение обеспечивают эффективный способ проверки знаний на уроке. В заданиях на соотнесение есть свои преимущества и недостатки. Преимущества, они удобны для оценивания уровня знаний и понимания, они удобны при проверке знаний, которые требуют много факторов. Но недостатками таких заданий является большее время на выполнение этого задания, и, кроме того, задания на соотнесение не всегда уместны при оценивании навыков высокого порядка. Обратите, пожалуйста, внимание, что задания на соотнесение состоят из двух столбцов. В одном перечислены, в данном случае, перечислены элементы погоды, а во втором перечислены метеоприборы, и суть задания состоит в восстановлении соответствия между элементами погоды и самими метеоприборами. Психологи считают, что для комфортного восприятия задания имеет значение и шрифт, которым набрано задание. Поэтому психологи рекомендуют. Под заголовки, под правыми, под столбцами набираются заглавными буквами, а слова в столбцах маленькими буквами. Необходимо учитывать, что число строк в левом столбце не должно быть больше, чем 4,5. В идеально составленном задании на соотнесении каждой строке левого столбца должна соответствовать лишь одна строка. И качественно составленные задания будут способствовать получению более надежных результатов, поэтому при составлении заданий необходимо руководствоваться рекомендациями. Все учащиеся должны одинаково понимать задание. Задание должно быть составлено таким образом, чтобы ответ на него был единственным и однозначным. Перед вами задание на определение порядка. В данном случае нужно установить слои атмосферы. Необходимо это указать, например, в каком порядке. Начиная, например, от поверхности Земли и прочее. В заданиях следующий вид, пример задания, где мы используем ресурс, в данном случае это тоже задание на сопоставление. Отдельно надо, конечно, сказать о требованиях ресурсов. Ресурсы должны быть четкими, ресурсы должны быть понятными, ресурсы должны соответствовать тому заданию, которое вы проверяете. Задание открытого типа – это задание, которое требует краткого ответа, которое требует развернутого ответа, и задание эссе. Обратите, пожалуйста, внимание, перед вами пример задания, которое требует краткого ответа. Разверт, пример задания, которое требует развернутого ответа. В данном случае я хотела бы обратить, коллеги, ваше внимание на наиболее распространенные ошибки. В данном случае я задания, которые составлены неверно, я поставила на них красный крест. В данном случае непонятно, если это задание для оценивания, непонятно, сколько примеров типов горных пород необходимо привести. Поэтому в данном случае необходимо было бы дописать, что привести по два примера пород каждого типа. В следующем задании, которое требует краткого ответа, тоже заложена ошибка. Нужно указать показания каких приборов, сколько показаний, и сама формулировка задания в данном случае является невалидной. Обратите, пожалуйста, внимание, что задание, которое требует развернутого ответа, требует большего количества времени, и при составлении таких заданий необходимо об этом помнить. В данном случае на этом слайде приведено задание, которое требует краткого ответа, которое соответствует всем рекомендациям. Поэтому оно валидно, надежно и объективно. Для составления задания, которое требует развернутого ответа, можно использовать ресурсы. В данном случае в качестве ресурса использованы таблицы, в которой указаны демографические показатели и сформулированы задания. Есть среди заданий, которые требуют развернутого ответа, те задания, которые не имеют ресурса. И такие задания требуют большего времени, чем задания, которые используют ресурс в виде графиков, таблиц и схем. И рисунков. Я хотела бы обратить ваше особое внимание, коллеги, на такой тип заданий для оценивания, как эссе. Обратите, пожалуйста, внимание, что цель эссе – это развитие таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Задания в виде эссе соответствуют навыкам высокого порядка по технологии Бенджамина Глума. Обратите, пожалуйста, внимание, что сама структура эссе состоит из четырех частей – вступление, тезис, аргументы и выводы. Для того, чтобы мы понимали это, я предлагаю вам разобраться в понятиях. Тезис – это мысль, которая будет доказываться в ходе рассуждения. Аргументы – это примеры, которые приводятся с целью доказательства истинности тезиса. И вывод – это подведение итогов рассуждения. Вернемся к структуре эссе. Итак, это тезис. Я думаю, что при написании эссе по географии два приводимых аргумента будут достаточными для формулировки окончательного вывода. Итак, тезис раскрывает основную мысль этого творческого задания, этого сочинения. Тезис должен быть доказанным, он должен быть четко сформулированным. И для того, чтобы он был четко доказанным и сформулированным, необходимо использовать доказательства, которые приводятся в его поддержку. Это аргументы. Аргументы должны быть убедительными, они должны быть яснее, чем суждение, и бесспорнее, чем выводы. Для примера я могу сказать такое задание, как почему растения, животные или животные живут там, где они живут. По структуре эссе мы с вами посмотрим. Итак, в тезисах можно предложить такой тезис, что растения и животные живут там, где они живут, потому что они приспособлены к природным условиям данной территории. Это тезис, который будет доказываться в этом задании. В качестве первого аргумента с целью доказательства истинности ученик может привести примеры конкретных растений и животных, которые обитают на конкретной территории. И в этих аргументах ученик должен показать зависимость распространения растений и животных от конкретных природно-климатических условий. С целью поддержки тезиса ученик может привести второй аргумент. И таким образом мы подходим к формулировке вывода, то есть подведению итогов рассуждений. На основании приведенных аргументов подчеркивается мысль и доказывается мысль о том, что жизнь растений и животных в конкретных условиях обитания, это есть результат приспособленности их конкретным условиям среды. Поэтому в выводе мы подчеркиваем те положения, которые мы разрабатывали в тезисе. В следующей части нашего вебинара я бы хотела подробнее остановиться на том, что такое дескриптор и что необходимо учитывать на этапе разработки самого дескриптора. Дескриптор – это пошаговый алгоритм в выполнении заданий. Это характеристика, которая описывает действия при выполнении заданий. Дескрипторы используются и при составлении заданий для формативного оценивания и суммативного оценивания за раздел. В процессе проверки заданий, которые используются за раздел, каждый дескриптор оценивается в один балл. Обратите, пожалуйста, внимание, что описание каждого этапа выполнения заданий посредством дескрипторов позволит учителю определить навыки и умения, которые вызывают затруднения у учащихся, «Планировать и корректировать процесс обучения я в дальнейшем». И обращаю ваше внимание на последнюю часть этого предложения. Описание каждого этапа выполнения заданий посредством дескрипторов позволит учителю дать качественную обратную связь, что в принципе является целью заданий для оценивания. Перед вами задание по описанию строения литосферы, и я так думаю, что вы как специалисты четко сможете составить алгоритм и составить правильные дескрипторы для выполнения этого задания. Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость использования качественного ресурса. Дескриптор должен помогать выявлять затруднения у учащихся и способствовать представлению обратной связи. Я так думаю, это понятно. Дескрипторы должны быть ясными и четкими для того, чтобы решение учителя при оценивании было объективным и позволяло определить, на каком этапе выполнения заданий учащийся испытывает сложности. При формулировке дескрипторов следует избегать таких фраз, как «знает», «понимает» и «умеет». Выражение такого типа трудно оценимое и не описывает конкретные действия при выполнении заданий. Итак, при составлении дескрипторов необходимо обратить наше внимание на соответствие, необходимо обратить наше внимание на необходимость экспертизы заданий до того, как эти задания мы предложим нашим учащимся. В характеристике следующий слайд показывает характеристику критерия и дескриптора. Обратите, пожалуйста, внимание, и критерии, и дескриптор должны быть измеримыми, они должны быть конкретными, ясными и понятными для учителя и учащихся. Следует и в критерии, и в дескрипторе избегать таких фраз, как «знает», «понимает» и «умеет». И критерии, и дескриптор способствуют предоставлению конструктивной обратной связи. Тогда как критерий отражает, как будет проверяться достижение цели, а только дескриптор оценивается в один балл и предполагает описание каждого шага при выполнении нашего задания. При разработке суммативного оценивания за четверть необходимо понимать, что если СОР, я бы сказала, это творческая работа учителя, то целью суммативного оценивания за четверть является обеспечение точной и надежной информации, обеспечение единого подхода в оценивании, углубление понимания об ожиданиях и о том, как выглядит уровень учебных достижений в реальности. И в отличие от СОРа, СОЧ – это стандартизированный процесс, и его стандартизация четко прописана в спецификации. Спецификация – это документ, в котором определены требования к структуре и содержанию процедуры оценивания по завершению четверти. Спецификация устанавливает требования, единые для всех классов одной параллели. Она отражает цели, ожидаемые результаты, уровни, время выполнения, структуру задания и их характеристику. Кроме того, она содержит образцы заданий и схему выставления баллов. Хочу обратить внимание коллег на примечания. Они обозначены звездочкой. Звездочками в спецификации СОЧ обозначены те задания, в которые можно вносить изменения. Итак, образец, например, задания вам представлен. Нумерация заданий обязательно представляется. Вы описываете тип заданий. Это необходимо сделать для того, чтобы прописать следующее, вот эту часть определить четко. Время на выполнение заданий я для того, чтобы мы могли не выходить за рамки регламентированного времени выполнения заданий при составлении таких заданий. Перед вами алгоритм составления задания СОЧ, который включает в себя следующие ступени. Это обзор долгосрочного плана учебной программы, обзор спецификации СОЧ, обзор характеристики задания суммативного оценивания за текущую четверть, составление вариантов суммативной работы за четверть и составление схемы выставления баллов к заданию. Еще раз обращаю внимание на те разделы, в которые можно вносить изменения. Какой должна быть схема и какая информация в ней должна быть представлена? В ней обязательно представлена нумерация заданий, правильные варианты ответов, баллы и дополнительная информация. В дополнительной информации прописываются те ответы, те аргументы, которые не прописаны в дескрипторах, но которые можно считать верными при соответствующем содержании заданий. Не рекомендуется, хочу обратить внимание коллег, составлять ответы в схеме выставления баллов в виде дескрипторов. Если, я бы сказала, что если на вопрос, часто задаваемый учителями, следует ли давать дескрипторы, предоставлять дескрипторы учащимся, я бы сказала однозначно да, но обратить хочу внимание коллег на то, что это необходимо сделать, если он составлен именно, верно, именно как пошаговый алгоритм, а не как схему выставления вала. Перед вами пример задания со схемой выставления вала. Определить вид тектонического движения по рисунку в данном случае и четыре задания к нему. На границе каких литосферных плит наблюдается тектоническое движение, столкновение результат движения двух тектонических плит, поэтому и в разбаловке обратите ваше внимание правильного ответа, и это заложено два вопроса. Следующий вопрос, на который мы должны обратить наше внимание. Секунду, коллеги. Коллеги, всем слышно? Если да, подтвердите, пожалуйста. У нас небольшие технические сложности, и мы продолжаем. Технические е. Продолжаем. Итак, второй дескриптор. В каких частях Земли происходит данный вид тектонического движения? В данном случае дескриптор показывает, что достаточно указать одну часть Земли. Какая форма рельефа при этом образуется? Тоже в задании прописывается один балл. И какой геологический процесс связан данным тектоническим движением? Тоже один балл. Таким образом, в схеме выставления баллов, которая представлена у вас ниже, будет представлена разбаловка из шести пунктов. на определение названия тектонического движения, на определение двух литосферных плит, на границе которых проходит столкновение литосферных плит, и по одному баллу для ответа на вопросы 3, 4 и 5. В данном случае дополнительной информации не требуется. Поэтому примечания к выполнению этого задания... Примечания к выполнению этого задания... Я, коллеги, желаю всем... Благодарю всех за внимание. Желаю всем удачи при составлении заданий для 40 и 40. Мой контактный телефон представлен на слайде. И я жду ваших вопросов, на которые в рамках своей компетенции, в рамках моих знаний готова ответить. Коллеги, есть вопросы? Коллеги, если вопросов нет, то мы будем с вами заканчивать. Спасибо. Если у вас появятся вопросы после, то вы можете связаться по контактному телефону, который представлен на слайде. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...